Всем привет! Сегодня я решил поделиться информацией о том, как установить операционную систему на новый ноутбук при условии, если на этапе установки программа не видит вашего жесткого диска, не видит вашего SSD диска. Такая проблема актуальна именно в более новых моделях ноутбуков, как правило с процессорами 11-го поколения и выше, интеловские процессоры, хотя я сталкивался с похожими проблемами и даже на Ryzen. Итак, когда вы выбираете установку, когда вы доходите до пункта выбора места для установки операционной системы, у вас ничего не появляется. Не видит жесткий диск, не видит раздел, ни диск C, ни диск D вы сделать не можете, то здесь пусто. Что делать? Надо скачать драйвер для вашего SSD диска, именно для вашей модели. Итак, для того, чтобы скачать драйвер для вашего SSD диска, алгоритм действий для разных марок будет примерно одинаковый. То есть, не важно у вас HP, Asus, Lenovo, либо какая-то другая марка, делаем примерно следующее. Открываем либо Google, либо Яндекс, кто чем привык пользоваться и указываем в поисковом запросе «Скачать драйвера» и указываем марку. Марку именно вашего ноутбука, в моем случае это Lenovo. Да, переходим. Как правило, по первой же ссылке, да, это поддержка именно вашего бренда идет. Переходим по этой ссылке и на сайте вашего производителя, либо в поиске, либо через специальный раздел находите информацию по вашей модели. То есть, в моем случае это будет «Посмотреть поддержку» и сюда надо указать именно модель уже, конкретную модель, ту, которую вы хотите ввести. Модель ноутбука можно посмотреть на днище ноутбука, да, то есть вы можете перевернуть ноутбук. Там, как правило, есть наклейка, либо же там сделана гравировка, на этой гравировке будет указана модель вашего ноутбука, либо же она есть на коробке. То есть, когда вы покупали ноутбук, у вас есть коробка, на коробке должна быть наклейка, содержащая всю эту информацию. Ну, либо же какие-то документы, возможно, гарантийный эталон, там эта модель будет указана. В моем случае это Lenovo 17 и TL. Эта модель ввели, сразу она показывается. Переходим по ссылке именно по этой модели, выбираем «Драйвера и программное обеспечение», выбираем вверху «Ручное обновление». В этом списке находим раздел, связанный с жесткими дисками. То есть, вот он, жесткий диск, показывает драйвер как раз-таки для вашего SSD-диска. То есть, для этой модели он здесь указан. Нажимаем «Развернуть», нажимаем кнопочку «Скачать», драйвер скачивается. Как правило, он немного занимает место, скачивается быстро. Драйвер скачали, выбираем «Показать в папке», вот он, драйвер. Но он идет как приложение. Его недостаточно сейчас перенести просто на флешку. Его сначала надо распаковать. Два раза нажимаем по этому файлу, нажимаем «Ок», соглашаемся с лицензионным соглашением. И на этом этапе не устанавливаем, а распаковываем. Нажимаем «Экстракт only» и нажимаем «Далее». Он показывает путь, куда он будет распаковывать. Путь можете сразу изменить, куда вам необходимо. Но я по умолчанию скачаю сюда, а потом просто эту папку перенесу на флешку. Нажимаем «Экстракт». Файлы распакованы, финиш, все круто. То есть, теперь если мы зайдем на диск C, появилась у нас папка с драйверами. То есть, вот эту папку переносим сейчас на флешку. Можно на ту же флешку, где установлено, точнее, установочник операционной системы. Можно на любую другую флешку, то есть, две флешки подсоединить одновременно к ноутбуку во время установки. И на этапе уже выбора драйверов, вы можете теперь указать путь к этой папке, и драйвер будет установлен. Что сейчас я вам и продемонстрирую. Копируем эту папку на флешку. Я закидываю сразу в корень. Главное, чтобы вы знали точное расположение этой папки. То есть, она у меня будет в самом корне, и папка называется Intel RST Driver. Теперь, когда мы дошли до того же самого места, где выбрать необходимый SSD диск для установки на него операционной системы, у нас драйвера уже скачены на флешку, и у нас есть возможность загрузить. То есть, мы нажимаем загрузить, нажимаем обзор, выбираем нашу флешку, выбираем папку Intel RST Driver, выбираем под папки, и останавливаемся на самой последней папке, выбираем ОК. У нас теперь появился драйвер. То есть, теперь у нас видит здесь драйвер, мы нажимаем далее. Он устанавливает сейчас драйвера на ваш SSD диск с флешки. То есть, мы записали драйвера на флешку, с флешки сейчас устанавливается драйвер для вашего SSD диска. Сразу после того, как он эти драйвера установил, у вас появился SSD диск, незанятое пространство, грубо говоря, 500 гигов. И дальше вы уже можете его создавать при необходимости, то есть, по тем размерам, которые вы хотите сделать. То есть, вы можете его разбить на два раздела, на три раздела, то есть, так, как вам необходимо. Жесткий диск у вас теперь доступен, и вы с мэла можете на него устанавливать операционную систему. На этом, в принципе, все. Показал пример именно по поводу Lenovo. То есть, если вдруг вы не смогли разобраться с установкой драйвера для SSD диска, для какого-то другого ноутбука, для какой-то другой модели именно Lenovo, пишите в комментариях, будет время, помогу найти вам нужный драйвер, скачайте, установите, у вас все получится. На этом, в принципе, у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем пока!